Сегодня в Солице завершился еще один громкий процесс. В Сараркинском районном суде вынесли решение по делу застройщика Сергея Котлерова. Его приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Осудили руководителя строительной компании за махинации с жильем и причинение материального ущерба в особо крупном размере. Кроме того, Котлерову запретили заниматься деятельностью в сфере строительства сроком на 10 лет. Наши журналисты следили за процессом и расскажут подробности. Приговор Сергей Котлеров не смог дослушать до конца, как это положено, стоя. Услышав слова судьи, шесть лет восемь месяцев лишения свободы, подсудимый сел. Громкие скандалы сопровождают строительную компанию Котлерова больше десяти лет. Но только сейчас его получилось привлечь к ответственности. Гособвинение требовало осудить застройщика за махинации с квартирами и мошенничество в особо крупном размере на 9 лет. Сам Котлеров свою вину так и не признал. Прошу суд учесть предоставленные стороной защиты доказательства отсутствия фактов двойных либо повторных продаж и принять справедливое решение. По версии прокурора, Котлеров сначала совершил сделку с частной фирмой, обеспечением для которой стали 25 квартир в строящемся жилом комплексе. Их же через риэлтора застройщик продал людям. Теперь всем покупателям придется в гражданском порядке отстаивать свое право на квадратные метры. Это и есть тот самый печально известный долгострой столицы – жилой комплекс ШГС. Его возводят почти 8 лет. За это время в городе сменилось три градоначальника. И все не обещали помочь дольщикам. Теперь объект достраивает уполномоченная компания при Акимате. Деньги на завершение стройки выделили из национального фонда. ШГС – самый известный, но не единственный долгострой Котлерова. Теперь дольщики намерены судиться не только с ТО, но и с подведомственной Акимату компанией, которая достраивает объект. Люди до сих пор боятся остаться без долгожданных квартир. То есть продали квартиру и нам, и юридическому лицу. Об этом мы узнали случайно, когда сдавали документы для принятия в ЖСК, где предыдущий председатель ЖСК Касенов Даньяр сообщил о том, что мы попадаем под двойные продажи. Не показал нам никаких документов второй стороны. Вместе с тем рекомендовал обратиться в ДВД. Что мы и сделали. Судья дал Котлерову меньше, чем просил прокурор. При вынесении приговора Булат Пазылов учел пенсионный возраст застройщика. Ему сейчас 63 года и отсутствие судимости ранее. В процессе Котлеров участвовал, будучи под домашним арестом. Сегодня его взяли под стражу. Суд приговорил признать Котлерову Сергея Владимировича виновным в совершении уголовного правонарушения в предусмотренном статье 190 части 4 пункта 2 уголовного кодекса Республики Казахстан и по данной статье назначенному наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с перестроительством сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовной исполнительной системы средней безопасности. Тем временем, по информации департамента полиции столицы, в отношении Сергея Котлерова зарегистрировано новое уголовное дело. С заявлениями по факту двойных продаж обратились около десятка дольщиков теперь уже второй группы жилого комплекса ШИХС. Поэтому точка в деле застройщика Котлерова еще не поставлена.